За окном осень, а Нижегородское управление МЧС до сих пор предупреждает жителей региона об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах. В эти дни на всей территории области сохраняется пятый класс пожароопасности. Несмотря на жаркое и засушливое лето, стихия обошла стороной Саровские леса. Однако неприятный звоночек для спасателей всё-таки был. И случился он неподалёку от режимного объекта в конце августа. Тогда огнём охватило несколько гектаров леса. В ходе разведки мы определили, что с этим загоранием сможем справиться и угрозы никому не будет никакой. Соответственно, были задействованы все службы жизнеобеспечения. Существует специальный план тушения лесных пожаров, в котором прописана схема реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации. По сигналу на место происшествия отправляются спасатели, сотрудники ядерного центра и Росгвардии. При ликвидации огня в районе объекта ВНИЭФ было задействовано несколько десятков единиц спецтехники и 350 человек. Загорание лесной постилки удалось взять в кольцо. Распространения в дальнейшем не было. Было ночное окарауливание, чтобы пожар не распространился именно за фронт этого кольца. Ну и всё. Уже к утру прибывали личный состав ВНИЭФ, Росгвардии и помогали протушиванию. Возгорание было низовым, то есть распространялось по лесной подстилке и нижним ярусам растений. Поэтому справиться с огнём удалось в кратчайшие сроки. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.